Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по четвертой книге царства. И сегодня мы будем читать 12 главу. Я напоминаю, что когда мы читаем книги царств, здесь даются родословные царей двух линий. Это цари иудейские и цари израильские. Не надо путать. Цари иудейские, мы помним, это потомки царя Давида, это благочестивая ветвь. И у них был Иерусалим, Иерусалимский храм, левиты священники, колено Иудина, царственное колено, из которого по плоти Христос выйдет. И у них была половина колена Вениаминова. То есть они были благочестивыми людьми. А остальные колена, они сосредоточились в государстве, которое называлось Израиль. Это совсем другое государство. Его создал Иерваам, сын Наватов, который ввел в грех всех израилетян. Он сделал ложное капище, то есть альтернативное место поклонения, чтобы люди ходили не в Иерусалим молиться, в храм Господень, а вот к золотым тельцам, которых он поставил. Поэтому я постараюсь в каждом случае, когда мы читаем о царе иудейском, сообщать вам, что это иудейский царь, об израильском, что это израильский царь, чтобы вам было понятнее. В седьмой год Иеуя, Иеуй — это царь израильский, воцарился Иоас, Иоас — это царь иудейский, то есть потомок Давида, он воцарился, когда ему было семь лет. И сорок лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Цифия из Версабий, и делал Иоас, угодный в очах Господних, во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Вот это уточнение, оно очень существенно. Доколе наставлял его священник Иодай. Когда политики прислушиваются к закону Божьему, то их управление, оно не отталкивается от потолка, скажем так, от самодурства того или иного политика, а они руководствуются вечными заповедями, и это более разумно. И надо сказать, что когда священника Иодая не станет, Иоас уклонится от путей Господних, хотя так чудесно начиналось ему царство, его до семилетнего возраста прятали в храме Господнем, он жил среди священников. И мы читаем, «Только высоты не были отменены, народ еще приносил жертвы и курения на высотах. И сказал Иоас, то есть царь иерусалимский, иудейский, священникам, все серебро посвящаемое, которое приносят в Дом Господен, серебро от приходящих, серебро вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце, принести в Дом Господен, пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляются они, поврежденные в храме, везде, где найдется повреждение». Вот такой был дан указ, то есть было проявлено доверие священникам, что они пусть берут это серебро и сами смотрят, где что надо исправить. Надо сразу сказать, что священники не очень оправдали это доверие. И священники не должны заниматься на приходах хозяйственными делами. Священник — это не прораб. Такими вещами должны заниматься старосты церковные, члены двадцатки церковного совета, а священник должен заниматься сугубо духовными вопросами. И мы читаем далее. «Но как до 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждения в храме, то есть они проедали эти деньги, тратили на себя, то царь Иоас позвал священника Иоадая из священников и сказал им, почему вы не исправляете повреждения в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих и на починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. То есть они могли брать пожертвования, которые приносили лично им, но когда кто-то давал на восстановление храма, это всегда более значительные суммы, они не имели права прикасаться к этим деньгам. К ним эти деньги отношения не имели. И для этого изобрели ящик, в который вот это пожертвование опускали. В каждом храме, в каждой синагоге мы можем увидеть ящик, и в нем специальная дырка, куда люди опускают пожертвования. Это вот как раз идет от этих времен. Это установил священник Иоадай. «И взял священник Иоадай один ящик и сделал отверстие сверху его и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом господин. И полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом господин. И когда видели, что много серебра в ящике, приходили песец царский, то есть представьте, светской власти, скажем так, у полномощенной по делам религии, и первосвященник, представьте, духовной власти, и завязывали в мешки и пересчитывали серебро, найденное в доме господнем. И отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленных к дому господню, а сии издерживали его на плотников, строителей, работавших в доме господних. И на делатели стен, и на каменотесов, также на покупку дерев и тесанных камней для починки повреждений в доме господнем, и на все, что расходовалось для поддержания храма. В советское время у нас были проблемы со старостами, с этими уполномоченными по делам религии, потому что они не всегда разрешали храм чинить. Но после того, как церковь получила свободу, мы впали в другую крайность, мы все передали священнику. А на самом деле, если строго следовать Библии, священник, особенно-то денег, не должен касаться. Священник должен кормиться от благовествования. Вот там, где он учит людей Слово Божие, проповедует, он имеет право брать какие-то пожертвования. А все, что на храм, должно идти в этот ящик, и потом вот эта ревизионная комиссия, представьте, светской власти, церковной власти, они все это пересчитывали и передавали реально тем, которые работали. Потому что храм был огромным сооружением, и там постоянно надо было что-то чинить. Но и тут были некоторые проблемы. Но не сделано было для Дома Господня серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в Дом Господень. А производителям работ отдавали его и починивали им Дом Господень. Но с одной стороны, как бы тут не до роскоши было, потому что надо было сохранять здание, поэтому каких-то особых таких вещей там не было. И отдавали тем, которые чинили. Если чинили, значит, было что-то в аварийном состоянии. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно. Вот тут получается, что миряне действовали честно. Со священников надо было строже спрашивать. «Серебро за жертву о преступлении». Вот очень важный текст. «Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в Дом Господень, священникам оно принадлежало». То есть пожертвование принимали, пожертвование благодарения, когда люди благодарили Бога, и они жертвовали на храм Божий или по нужде. Кто-то заболел, он жертвует на храм Божий за себя или за больного ребенка, жену и так далее. А когда человек совершал какой-то грех, серебро за жертву о преступлении, серебро за жертву о грехе не вносилось в Дом Господень священникам, а оно принадлежало. Почему в Дом Господень не вносилось? Потому что Дом Господень должен созидаться чистыми деньгами. И здесь от криминала ни копейки нельзя было брать. А священники могли и брать деньги, которые приносились за грехи. Человек боялся, что Бог его накажет. Если священник брал на себя обязанность молиться, за этого грешника, давал обязательство привести его к покаянию, как-то образумить его. И это тоже было разумно, потому что нечистые деньги делают и нас нечистыми. Известно, что Авраам и Сара, когда они выходили из Египта, они получили деньги, фараон, фараон как бы откупался от них. Это были нечистые деньги. И Авраам ничего из этих денег не израсходовал. Он отдал их детям хитуры, второй своей жены, когда отсылал их жить в страны на востоке, потому что они не были продолжателями его духовности. А царя Содомского он вообще отказался что-либо брать. Он сказал, нитки твои не возьму. Тем более там криминальные какие-то деньги. Поэтому серебро за жертву преступления на храм принимать нельзя. Можно серебро благодарения. Например, совершил уголовное преступление, понес наказание, отсидел срок, и он благодарит Бога, что он остался в живых. Вот здесь его жертва принимается. А если он совершил преступление и боится, что его полицию схватят и дает на церковь какие-то деньги, чтобы за него молили, чтобы его не поймали, конечно, никто эти деньги принимать не должен. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войною на Геф и взял его. И вознамерился Азаил идти на Иерусалим. Азаил мы уже о нем читали несколько раз, он постоянно выношел какие-то планы против Божьего народа. А тут он возомнился идти на Иерусалим, потому что он слыхал о богатствах Иерусалимского храма. Но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Исафат и Иорам и Ахозия отцы его, цари иудейские, и что он сам пожертвовал и все золото найденное в сокровищницах дома господня и дома царского и послало Азаилу царю сирийскому и он отступил от Иерусалима. То есть по сути дела Иоас откупился большой данью. он отдал сокровища, которые жертвовали храму, но он это делал и ради храма, потому что если бы враги ворвались в Иерусалим, конечно бы они осквернили и храм. И когда была татаро-монгольская ига, русские княжества тоже платили дань, они откупались от разорения наших городов, от разорения наших церквей, уничтожения наших святых. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейской. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Милло на дороге к селе. Его убили слуги его, Иоаса Закар, сын Шемеаты, и Егозават, сын Шумеры, и он умер, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом, и воцарился Амасия, сын его, вместо него. 40 лет он царствовал в Иерусалиме, потомок Давида, но вот за то, что он все-таки не уничтожил высоты, вот Господь попустил ему такую смерть. И посмотрим, что пишет по этому поводу Ефрем Сирин. Он пишет, достигнув возраста 130 лет, священник Иодай умер. Ну, сразу возникает вопрос, откуда Ефрем Сирин узнал, в каком возрасте умер Иодай, если мы этого в Писании не видим. Ефрем Сирин пользовался древними преданиями иудейскими и христианскими, иудейскими только теми, которые относились ко временам второго храма, когда иудеи еще были церковью Бога. А когда зависть в храме разорвалась, они перестали быть церковью Бога. И многие такие данные сохранялись иудеями от древности. Были христианские предания древние. Достигнув возраста 130 лет, священник Иодай умер. Иас по совету некоторых своих сановников отошел от истинной религии, которой он благочестиво следовал, пока Иодай был жив и восстановил идолопоклонство, введенное женами Сидона, которых он успешно изгнал с помощью самого пересвященника. То есть, когда наставника не стало, у Иаса он стал вести себя неправильно. Когда Захария, сын Иодая, то есть, священника, пытался предотвратить это нечестие со всей своей силой и Духом Божьим, облег его Господь, Он стоя между храмом и жертвенником упрекал царя и его сановников, а они забили его камнями насмерть на дворе Дома Господня. Запятнали себя кровью священника, а это страшный грех. Со стороны Иоаса это было чрезвычайно жестоким деянием, и умы людей были взволнованы, ибо он не вспомнил, какие благодеяния сделал ему Иодай и позволил к сыну этого святого человека отнестись таким зверством на его глазах и даже подстрекал толпу забивать его камнями. Он, казалось бы, вырос при храме, священники его прятали, потомок Давида. И Захария, призывая Господа в свидетели своей о невинности, сказал, да видит Господь и да взыщет. Святой муж предвидел беды, которые вскоре выпали на долю царя и его царства. Год спустя сирийцы вторглись в Иудею и разорили землю так, что Иоас, дабы спасти свою жизнь, вынужден был расстаться с имуществом царского дома и храма, это то, что мы читали, но все равно его враги опозорили его, поспешно он заболел и слег в постель. Пока Иоас лежал больным в своей собственной постели, он стал жертвой заговора слуг, которые закололи его. То есть он попустил пролить кровь сына персвященника Захария, который был к тому же пророком, и Господь попустил, его кровь была тоже пролита. Здесь действует принцип мера за меру. И существует древний такой медраж, он восходит, скорее всего, ко временам как раз второго храма, очень древнего происхождения, что однажды один законноучитель шел по берегу Иордана со своими учениками, и он увидел, что плывет череп. И обращаясь к этому черепу, этот законноучитель сказал, ты утопил, тебя утопили, но утопившие тебя тоже будут потоплены. Зло всегда возвращается к человеку и в том виде, в каком он его сотворил. Иногда мы узнаем, что человек погиб какими-то страшными обстоятельствами окруженный. и вот по этим обстоятельствам можно догадаться, за что Господь ему это попустил. Потому что этот закон меры за меру, он продолжает действовать. Итак, сегодня мы окончили чтение 12-й главы 4-й книги царств. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем читать 13-ю главу этой книги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА